Всем привет! Я Никита, это урок биологии. Сегодня мы с вами будем говорить о химическом составе клетки. Как известно, в теле всех живых организмов присутствуют все те же химические элементы, что и в неживой природе. Другими словами, мы с вами состоим из той же таблицы Менделеева. С точки зрения биологии мы можем разделить химические элементы на следующие группы. Это органогенные элементы, макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Теперь подробнее о каждом из них. Органогенные элементы. По разным оценкам их от 93 до 98%. К органогенным элементам относятся кислород, которого 65%, углерод 18%, водород 10% и азот, которого всего 3%. Именно из этих элементов в основном состоят все живые существа. Также выделяют макроэлементы. Их порядка 2%. К ним мы можем отнести фосфор, калий, сера, хлор, кальций, магний, натрий и железо. Все эти элементы играют роль в биохимических реакциях. Следующая группа это микроэлементы. Микроэлементов всего 0,01%. Но между тем они выполняют огромную роль в тех же биохимических реакциях. Ускоряют некоторые процессы. К микроэлементам мы можем отнести медь, кобальт, цинк и йод. Следующая группа это ультрамикроэлементы. Этих элементов совсем мало. К ним мы можем отнести свинец, бром, золото или, например, серебро. Такие элементы попадают в организм в основном с пищей и с воздухом, при вдыхании. Также мы можем разделить все вещества на неорганические и органические. То есть соединение 4-х валентного углерода. К неорганическим мы, конечно же, отнесем вода, которая в организме человека, по крайней мере, от 60 до 80%, в зависимости от возраста человека. А также некоторые минеральные соли. К органическим мы относим белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Вода. Вода это универсальный растворитель. Она растворяет практически все химические существа, известные нам. Также это среда для протекания абсолютно всех биохимических процессов, происходящих в живых организмах. Также вода это универсальный терморегулятор. И транспортная среда для всех веществ. Белки. Белки, они же протеины или полипептиды. Это высокомолекулярные органические вещества, которые состоят из аминокислот и соединены в цепочку пептидной связью. Мономер белков, аминокислота, представлен перед вами. Это кислота, которая обладает карбоксильной группой COOH и аминогруппой NH2. Также присутствует радикал, в котором может быть от одного до нескольких десятков углеродов. Также может присутствовать еще азот или, например, сера. Следующая функция – это каталитическое. Белки выполняют функцию ускорения всех химических процессов. Следующая функция – это защитное. Белки иммуноглобулины борются с инфекциями и чужеродными веществами в нашем теле. Функция сигнальная. Родопсин – основной белок, который играет роль в зрении. Транспортная функция – один из белков гемоглобин. Является переносчиком газов, кислорода и углекислого газа. Следующая функция – это структурная. Такие белки, как коллаген и фибрелин. Они играют основную роль в формировании соединительной ткани. Следующая функция – это двигательная. Белки, мышцы актин и миозин. Регуляторная функция, например, гормон инсулин. И последняя функция – это энергетическая. При расщеплении одного грамма белков мы получаем 17,6 кГц энергии. Следующие вещества – это липиды. Все липиды мы можем объединить как группу жироподобных веществ. Общим их свойством является нерастворимость в воде. К липидам мы относим жиры, воска, фосфолипиды и стероиды. Функции жиры следующие. Во-первых, это запасающее, энергетическое. Причем при расщеплении одного грамма мы получаем в два раза больше энергии, чем при расщеплении одного грамма белков. Это 34 кГц энергии. Следующая функция – это защитная и структурная. А также теплоизоляционная функция. И жирам свойственна гормональная функция. Именно они могут с помощью своих ферментов переделывать химические вещества и делать из них гормоны. Также жиры являются источником воды. При окислении одного грамма жира мы получаем примерно 1 мл воды. Следующая молекула – это углеводы. Углеводы – это одна из основных групп органических соединений. Они входят в состав клеток абсолютно всех живых организмов. Общая формула углеводов – это CnH2Om. Вы видите, что обязательно присутствует несколько атомов углерода. И вода в том или ином виде. Тоже несколько молекул. Функции углеводов следующие. Это структурная. Такую функцию выполняют целлюлозы и хитин. Следующая функция – это энергетическая. 1 грамм дает 17,6 кГц энергии. Столько же, сколько 1 грамм белков. Но в два раза меньше, чем жиры. Следующая функция – это запасающая. Ее в растениях выполняет крахмал. А вот в животных организмах запасающую функцию выполняет углевод гликоген. Еще одна функция – это рецепторная. Поверхностный аппарат клетки – гликокаликс, который воспринимает сигналы извне. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты – это полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. Именно из нуклеиновых кислот состоят ДНК и РНК. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...